Павел Воронков. Повышение пенсионного возраста или чего добивается власть? Ну, Павел, это очень прагматичная власть. Сегодня она не выживает в схеме сегодняшнего устройства уже вот этих нефтяных доходов даже для уровня цен. Вот сегодняшних там 73 доллара за баррель. Им недостаточно. Причин много. Не работает экономика, ну, совсем. Они, создав госкорпорации, ликвидировав в конкуренцию малый бизнес, они лишили себя поступлений в бюджет. Ну, если бы они могли, они прекратили бы выплачивать пенсии совсем. Всем. И тех, кто выходит на улицу с требованием пенсии, пенсионного обеспечения, ну, расстреливали бы. Ну, не могут они себе это позволить по многим причинам. Значит, им надо каким-то образом выкручиваться. И они выкручиваются, выкручиваются самыми разными способами. Вот это, там, повышается НДС. То есть, это, ну, фактически налог на все то, что граждане будут покупать. Но это опять налог за граждан. Реформа пенсионная – это фактически перевод этих пенсионеров, большой группы пенсионеров, в состояние безработных. Год им будут выплачивать 850 рублей в месяц. А потом ничего. Но любое государство в этой ситуации начинает создавать бизнесы для людей. Ну, позволить им выживать. Но это даже, это государство даже на такое не способно. Они выживают, выживают любой ценой. Выживают за счет самых бедных. Потому что, собрав по одному рублю с 57 миллионов пенсионеров, получится 57 миллионов рублей. Это здорово. Им это нравится. А, собрав там по 5 тысяч с 57 миллионов пенсионеров, значит, получится там, ну, триллионы там уже какие-то. Ограбить пенсионеров – это самый эффективный способ пополнить бюджет, якобы для того, чтобы этих пенсионеров и накормить, ну, жулики, жульёв. Которых граждане, эти самые пенсионеры, поддерживают, считая, что они поддерживают власть. Они поддерживают бандитов, обычных жуликов, шулеров, которые, там, играют в наперсточки, наперстки с ними. Ну, прямо у них на глазах их и обманывают. Ну, а гражданам это почему-то нравится.